добрый вечер коллеги давайте перед началом проверим звук напишите пожалуйста в чат хорошо ли меня слышно хорошо ли меня видно поставьте ваши плюсики и будем начинать наш сегодняшний вебинар который имеет название как создать торговую стратегию думаю что многие из вас задавались этим вопросом и собственно сегодня мы как раз этот вопрос и обсудим у нас время уже начинать поэтому участников кто возможно слушать нас удаленно да кто еще не за компьютером то вы можете подойти и собственно мы приступим так как формат нашего вебинара формат нашего взаимодействия подразумевает также и ваше активное участие к чему я вас коллеги призываю хорошо да я вижу что плюсики пошли спасибо за обратную связь и начнем как всегда чего мы начинаем на наших обучающих вебинарах на наших обучающих материалах это предупреждение о рисках всегда важно помнить о том что торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками и не стоит переходить к работе на реальном счету пока вы с этими рисками не ознакомились самого понятия рисков мы будем касаться сегодня также в ходе вебинара для того чтобы обсудить какие есть риски у трейдера и так их можно минимизировать также вся информация которая дается в рамках этого вебинара и в рамках всех вебинаров которые проводят компания даромаркет не является прямой рекомендации к действию вся информация дается только в целях вашего обучения и ознакомления представлюсь меня зовут исаков роман а сегодня наш вебинар об посвящен непосредственно трейдингу и такой теме как формирование торговой стратегии поэтому то что наиболее важно а для вас как участников этого вебинара мой опыт рейдинга составляет порядка восьми лет а это не только самостоятельная торговля это и соответственно общение с клиентами компании то есть от тех людей кто приходит на финансовые рынки от того этапа когда человек открывает к примеру демо счет делать какие-то свои первые шаги у него что-то не получается и большим количеством людей за пять лет работу в компании на маркет я смог пообщаться и соответственно на многие вещи я могу рассказать по крайней чтобы вы не допускали тех ошибок которые которые свойственны большинству трейдеров но особенно в начале пути и важно и считают тот момент тот факт чтобы вам об этих ошибках об этих нюансах тоже сообщили что собственно я и постараюсь максимально а продуктивно светить формате нашего сегодняшнего вебинара а коллеги я бы хотел с вами несколько познакомиться для того чтобы мне понимать какая аудитория у нас собралась и чтобы я смог расставить приоритеты с точки зрения предоставления информации давайте сначала я задам первый вопрос по поводу вашего опыта напишите пожалуйста в чате цифру 3 если у вас уже есть опыт работы на реальных счетах поставьте цифру 3 даже если вы одну сделку совершили то это значит уже цифра 3 если вы торговали только на дыма на дыма счете то цифру 2 пожалуйста а если вы не на дыма не на реальном счету не торговали то цифру 1 напишите пожалуйста в чат пока пока я вижу что идут одни на тройке да вот вижу двойки например дмитрий а цифра 1 столкнулась цифра 0 так как такой цифры не было поэтому а если у вас вы не торговали ни на дыма счетах не на реальных счетах то цифру 1 пожалуйста да я вижу что вот есть участники которые которые торговали на на дыма счетах или пока еще не делали вот для вас перечить этот удар будет полезен с тем что во первых вы узнаете о тех шагах от тех важных элементах трейдинга которые должны быть у каждого трейдера кто совершает свою первую сделку на реальном счету а для тех кто уже имеет опыт торговли на реальных счетах это как раз возможность еще раз пересмотреть ваш подход возможно какого-то одного элемента у вас не достает для того чтобы ваша торговая система уже приносил результат но по общим общему опросу я вижу что пока провал дается количество участников кто торгует уже на реальных что отлично следующий момент а с чего мы начнем это давайте разберемся с понятиями да то есть что такое торговая стратегия начнем вот мы немножко что называется из-за угла но такой информации будет не так много но не акцентировать на это внимание я не могу потому что большое как раз количество не верно принятых решений да назовем это так в трейдинге она возникает от недопонимания то есть что же это за сфера и как здесь а можно получать прибыль получать на доход коллеги вот следующий вопрос задам как вы считаете у вас есть до конца оформленная торговая система вот на ваш взгляд исходя из того что вот многие из вас я вижу торгуют на реальных счетах да уже то есть по крайней мере был такой опыт напишите пожалуйста вы можете поставить плюсик если у вас вы считаете что есть полностью сформирована торговая система вы можете поставить минус если у вас есть какие-то пробелы которых вам не хватает и коллеги попрошу вас а немного акцентировать внимание на том какие какие вещи на вас на ваш взгляд вам не хватает в торговой стратегии в торговой системе это может быть какие-то небольшие моменты то есть это может быть не разобрались с тем что такое фундаментальный анализ что такое технический анализ не знаете как использовать стоп лосс то есть риск менеджмент а пожалуйста вот буквально несколько слов для того чтобы я опять же понимал к сожалению у нас вебинар ну он подразумевает такой формат что я говорю но вот обратную связь от вас могу получать через чат поэтому пожалуйста вот те вещи на как которые вам казалось бы вы хотите подтянуть вашей торговли а напишите пожалуйста буквально несколько слов а и мы собственно двинемся дальше уже к теме нашего вебинара соответственно в ходе этого вебинара я постараюсь вот на те ваши вопросы которые у вас возникнут на них как раз и ответить а вот илья пишет что спустя полтора года определился с системой теперь собираю статистику отлично алекс пишет торговая система сформирована полностью с момент с моим менеджментом подружиться не могу да вот это очень такой хороший такой очень часто я там скажу пример когда оказалось бы что все есть из такого система мы используем какой-то набор например индикаторов система протестирована но вот с рисками мы не дружим то есть хочется войти а всем депозитом то есть получить многое сразу макс пишет пока складывается все наработки пока складываю все наработку в одну систему отлично входы в сделку часто приводят к убыткам не могу составить себя применять на стоп лосс да вот все те вещи которые вы описали они теми или иными словами характерны для многих трейдеров сейчас мы с вами постараемся разобраться с тем как как уже вот этот момент лучше да вот максим тоже пишет интересный момент что трудно держать позицию да но это уже такие соответственно детали то есть сделку нужно войти но и соответственно из нее потом нужно выйти это абсолютно верный верно правило а и так что же такое торговая стратегия я для себя выбрал вот наиболее такое простое определение которого как вы видите умещается в три строчки то есть торговая стратегия это на море набор правил который след трейдер при принятии решений о входе в сделку то есть тот алгоритм и проходя который вы понимаете что в сделку нужно входить или в нее входить не нужно я еще раз вот несколько я думаю что я буду это повторять в ходе вебинара еще несколько раз но скажу это впервые то что трейдер это не всегда тот человек который сразу здесь и сейчас может принять решение по любому инструменту то есть войти в сделку то есть мы открываем график мы видим что евро доллар идет вверх у нас какая-то большая свеча и мы должны что-то посмотреть чтобы у нас мы все-таки открыли сделку на покупку так не всегда бывает нужно торговая стратегия она подразумевает то что у вас есть понимание того где вам нужно войти в сделку и в этот момент дожидаетесь и если он удовлетворяется всем правилам которым будем смотреть уже дальше то эта сделка открывается а вот макс пишет также money management часть торговой системы одно без другой результаты не будет абсолютно верно я с вами на сто процентов в этом согласен так вот чтобы вы еще раз то у уяснили вот этот момент потому что многие трейдеры кто приходит в данную сферу кажется что это вот ну открыл график ну все растет открыл сделку и собственно получил прибыль но это это не совсем тогда это только часть то есть когда вы открываете сделку у вас должно быть понимание как что вы будете делать вот если вы открываете график и у вас возникает сомнение да а пойдет вверх а здесь еще какие-то факторы влияют посмотрели старший таймфрейм уже не сходится то есть это означает что сейчас у вас нет плана что делать это сделать и текущий момент текущей ситуации эту сделку нужно нужно пропускать валдос пишет что в теории все понятно в реальности входит очень сложно мы как раз вот также в ходе вебинара те элементы да я поделюсь с несколько своими историями как я начинал как я смог это каких-то моментов избавиться или перебороть да здесь по-другому это не назовешь потому что когда я пришел в принципе в трейдинг да открыл свою первую сделку сначала это был безусловно дэм и счет но я понимал что вот это мне интересно и я эту деятельность буду продолжать так было огромное количество и ошибок и на какой-то момент приходило разочарование что кажется что это все хаотично и как здесь получать прибыль но со временем я для себя выработал свою торговую стратегию которая которая на текущий момент меня удовлетворяет сначала страшно потом привыкаешь но согласен но тем не менее то есть прогресс он обязательно должен быть и так коллеги что у нас чаще всего возникает когда мы переходим докторе не то есть какие ошибки в принципе возникают у начинающих трейд то есть это во первых то что нет алгоритма торговли как это выражается мы открываем это трейдер мы видим что у нас растет какой-то актив да например пара евро доллар и нам кажется что ну вот все началось это сделка которая сейчас принесет нам 300 400 500 пунктов и трейдер открывает сразу же позицию затем уже начинает анализировать то есть уже читать тех аналитиков кто думает также что евро доллар например пойдет в рост те кто говорит что он еще от разворачиваться их просто игнорирует искать поддержки в той информации которая у нас появляется ну и соответственно важный элемент это то что трейдер на начальном этапе не может принимать свои ошибки ошибки это нормально я имею ввиду не ошибки а стоп лосс то есть убыток убыточной позиции это вполне нормально главное чтобы этот убыток был контролируем следующий важный момент это завышенные ожидания я думаю что многие из вас пришли в данную сферу до в данную область инвестиций потому что вы слышали большое количество информации о том что можно получать колоссальный доход который измеряется сотнями процентов и собственно ну вот лучшее применение свободным деньгам для того чтобы их вложить и получить на них отдачу да все верно здесь на финансовых рынках если мы возьмем их в общем да включим сюда и рынок криптовалют и акций доходность она может быть действительно большой но а ждать от одной сделки когда вы удвоите или утроите ваш депозит вот это абсолютно ошибка любого начинающего трейдера по той простой причине что да у вас может быть одна положительная сделка даже две даже серии из трех сделок положительных и трейдер на это и фаре начинает открывать все больше и больше а здесь у нас еще кредитное плечо которое фактически дает нам возможность купить контрактам один лот в сто тысяч евро имея на счету там порядка двухсот евро то есть да фактически мы это можем сделать и движение сто пунктов которые в день евро может проходить нам принесет уже тысячу евро то есть фактически мы одной сделка можем увеличить наш депозит в пять раз но важно важная ситуация состоит в том что очень сложно повторять это постоянно вот или опиши 10 процентов месяц уже отлично это я уверен что спустя какой-то какое-то время у вас пришло это понимание то что 10 процентов но если этот результат он его можно посчитать в перспективе примеру по прошлым сделкам или когда вы тестируете вашу торговую стратегию на предмет камер срабатывание стоп-лосса срабатывание так профит и вы понимаете что примерно доход колеблется от там 5 до 15 процентов месяц да я согласен это отличный результат но это бывает не сразу очень большое количество от трейдеров кто приходит они ожидают от рынка ожидают от рынка большего да то есть рынок он в принципе не может пройти больше чем он проходит из 2 дни когда он движение составляет там порядка 50 пунктов бывает когда 100 пунктов но а тот объем позиции которые вы открываете он напрямую зависит от вашего риск менеджмента то есть если вы входите что называется на все то соответственно нужно быть здесь готовым что вы можете и потерять ваш депозит но свою очередь и получить большую прибыль то есть то есть такие торговые стратегии есть такие трейдеры которые так работают но тем не менее если вы если вы хотите чтобы у вас постепенно кривая доходности росла то здесь подход он должен быть несколько иным потому что в принципе трейдинг это та сфера деятельности которая будет актуальна и через большое количество времени то есть сейчас появились криптовалюта до который также без словно интересно для трейдинг а через пять-десять лет возможно появятся какие-то еще более интересные инструменты более волатильные которые будут давать больший результат так вот освоив данный подход вы уже сможете его применять фактически неограниченное количество времени но ограниченное жизненным ресурсом что называется а а и отсутствие риск-менеджмента то есть это то о чем я тоже говорил то есть когда трейдер приходит на рынок да и депозитов 200 евро хочется получить сразу же тысячу или пять тысяч или миллион да безусловно такие примеры есть и также компания норомаркет был несколько лет назад по мокал пяти лет назад крейдер который при депозите при начальном депозите порядка десяти тысяч долларов увеличив его до миллиона но постепенно этот часть прибыли она была съедена как раз теми убытками которые они переносились на риск-менеджмент то есть тренд идет да мы начинаем открывать позиции наращиваем 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 но мы не учитываем а ну в данном случае трейдер не учитывает того что тренд а в какой-то момент может уйти в коррекцию и вот то даже небольшая коррект но так как объем поставить постоянно увеличивается он приносит и а больше убыток при даже меньше движение против вас вот как альтернативный вариант я об этом расскажу как это можно использовать и соответственно такие торговые стратегии которые очень часто где-то рекламируются где-то показываются как примеру мартингейл дам то есть с одной стороны это уже близко с точки зрения позиции игрока да такая стратегия когда я возможно для тех кто с этой стратегии не знаком или ее не слышал расскажу что она заключается в принципе в том что если вы получаете убыточную позицию то собственно в следующая сделка объем удваивается так и так но пока не кончится депозит а код примеров того что депозит заканчивался раньше чем цена начинала двигаться в сторону это мы не берем пока вот саму торговую стратегию потому что это тоже безусловно важно это элемент риск менеджмент то есть вот стратегия мартингейла это на мой взгляд лучше показать того когда риск менеджмент он отсутствует то есть когда трейдер хочет в одночасье да а получить прибыль там в два в три в четыре раза больше чем убыток это так не работает потому что рынок это живой организм и собственно здесь может помочь только везение да ну по-другому это не назвать потому что рынке да есть большое количество примеров когда тренды идут практически без коррекции там на протяжении 400 500 600 пунктов но такие ситуации бывают не часто и определить то что эта ситуация началась сейчас да и вот будет идти там 500 пунктов без отката без коррекции это невозможно нужно торговать рынок нужно двигаться вместе с рынком и научиться отслеживать те ситуации по которым мы можем определять что сейчас тенденция заканчивается или сейчас она начинается и вот научиться двигаться вместе с ним а вот максим пишет что вы думаете по поводу у роботов незаметно ли они люди полностью ручью торговлю в будущем вполне возможно да но здесь очень важный элемент того чтобы робота тоже нужно контролировать то есть я робота в сам не использую но вполне отношусь к ним спокойно и с пониманием с точки зрения того что робот он также требует настройки то есть рынок поменялся торговая стратегия 3 должна тоже требует корректировок вот я крайне негативно отношусь к использованию роботов которые просто покупаются условно за 10 долларов ставятся на реальный счет есть какая-то предыдущая статистика то есть нет никакой поддержки этого этого алгоритма торгового и собственно робот начинает терять деньги когда начинается меняться рынок то есть он мог показывать хороший результат когда был устойчивый тренд но а в тот момент когда рынок менялся робот он и к этому построиться не может а до владимира ну вот фактически в трех словах описал то что то что я имею ввиду а давайте двинемся дальше и следующий момент какие в принципе стратегии бывают потому что инвестиции до трейдинг это можно сказать что в вещи похожи но все-таки они отличаются и вот для удобства для простоты понимания я разделил их на две составляющие то есть виды торговых стратегий инвестиционные есть к примеру спекулятивные в чем отличие давайте разберемся а инвестиционно да что у нас было понимание к примеру вы разберем на простом примере с акции да есть примеру акции фейсбук apple и других компаний которые себя уже зарекомендовали на рынке а скорее всего рост у них не будет супер стремительным то есть он будет колебаться вот там 20 20 25 процентов в год я беру среднее значение но мы понимаем что вероятность опять же падение акции эти компании она крайне мало то есть это пример точно так же с облигациями то есть ставка по ним небольшая но мы понимаем что покупая облигации примерно какой-то страны или компании мы понимаем что а вероятность банкротством до этой компании ну или какие негативные факторы которые не могут на нее повлиять она минимальна то есть эти инвестиции они имеют большую надежность что называется но по ним и меньше результат именно в процентах а спекулятивная операция они подразумевают то что если мы торгуем меру те же самые акции то а мы но акции или валютность не так важно то мы определяем тренд мы определяем ситуация по которым нам интересно войти по которым нам интересно выйдет то есть с точки зрения инвестиционным акцию купили да и примерно два-три года ее просто держим и по итогу мы получаем уже какой-то процент зависимости от того а насколько акция выросла с точки зрения спекулятивных здесь подразумевается то что а позиция новые открываются ну возьмем будем брать скальпинг скальперские стратегии где позиция может держаться в одну-две минуты возьмем по крайней мере от одного дня то есть мы определили точку для входа цена движется в нашем направлении неделю а затем уходе начинается коррекция цена уходит в эту коррекцию но мы уже из позиции вышли то есть может дожидаемся следующей ситуации которая позволяет в эту сделку войти вновь и а такие торговые стратегии существуют я они они но собственно то что что использую я я об этом тоже я об этом тоже расскажу и в чем соответственно плюс на мой взгляд с покурителем то есть это два вида инвестиций которые в принципе могут существовать параллельно я считаю что они должны существовать параллельно просто они должны быть разделены с точки зрения вашего капитала то есть основную часть да то есть я думаю что мы все с вами понимаем что мы приходим на финансовые рынки не для того чтобы потерять а для того чтобы получить прибыль так торговля спекулятивная она имеет больше риск данной больше потенциал доходность то есть если мы берем например а наш наш капитал до который условно равен ста процентам то а имеет смысл большую часть разделить на менее рискованные до операции то есть вложить примеру в акции какую-то часть положить примеру в банк дом но мы понимаем с вами что проценты которые там идут они только только но в лучшем случае покрывает инфляцию но не приносит какого-то реального дохода но а мы имеем легкий доступ к нашим деньгам и соответственно другую часть которая является там пример 30 процентов от вашего а капитала уже можно использовать на более рискованные рискованные стратегии но опять же нужно использовать разумно то есть не значит что вот есть капитал там в 10 тысяч долларов вот есть три тысячи долларов которыми в принципе можно рискнуть до эти три тысячи долларов можно вложить купить примеру там биткоин и ну собственно если он вырастет топа вы будет увеличение в три в четыре раза но если брать пример по текущим ценам и ожидать движение до 20 тысяч но если дальше он или торгуя ту же самую пару евро доллар входить в одну сделку ожидая что цена пройдет за один день огромное количество пунктов собственно без коррекции без откатов и уже стараться получить прибыль с этого увеличить капитал то здесь опять же нужны те правила даже если у вас вот этот капитал который вы готовы подвергнуть больше дать чуть большему риску то есть те правила которые я сейчас вам расскажу они уже помогут вам этот риск минимизировать владимир пишет две-три сделки вместе с минимальным лотом и 100 в легкую салют если не секрет а по роботу вопрос и иван пишет какую литературу по риск менеджменту вы посоветуете а давайте мы вот эти вопросы да по книгам мы поговорим чуть дальше до в самом конце смогу ответить вот как таковой литературы по риск менеджменту я для себя книга прижима в трейдинге да а я не встречал то все таки она была собрана из разных источников порой из книг которые в принципе трейдинг вот относились довольно таки косвенно так как например книга как на 7 талеб он его книга если кто не читал черный лебедь и антихрупкость с точки зрения понимания трейдера и вот понимание восприятие да то есть как должно это быть то что мы не можем повлиять на ситуацию мы можем только только ее использовать вот я рекомендую это почитать и эта философия эта философия трейдинга которая там есть она ну по крайней мере не было очень близко хоть и и носима талиба называют трейдером но трейдером он работал недолго а но тем не менее какие-то вещи он проносит также через свои книги и так построение торговой стратегии что в ней должно обязательно присутствовать и что в ней должно быть во первых стратегии должен быть набор а используемых в работе технических сигналов то есть вы должны понимать где вы войдете в рынок и что на рынке должно произойти вообще фундаментальный технический анализ он отличается то есть технический нам анализ говорит как туда цена пришла то есть какие факторы какие факторы влияя влияли на цену а фундаментальный фундаментально отвечать на вопрос почему туда цена пришла то есть что в мире происходило например что происходило в компании и почему был тот рост то есть решение примеру по входу на сделку она как правило применяется именно по техническому анализу потому что нам нужно определить где нам интересно войти куда она поставить стоп лосс ну и собственно где нам из позиции выйти и вот в этом нам помогает технический анализ точки зрения фундаментального анализа есть а огромное количество факторов ну точнее не огромный но довольно таки большой за которыми нужно следить и чтобы понимать что на рынке может произойти а и для того чтобы минимизировать как раз риск наступления непредвиденной ситуации да но об этом и дальше чуть поговорим следующий пункт это набор торговых тактик используемых врач в различных торговых ситуациях то есть вот как я уже сказал а есть большое количество примеров когда трейдер не совсем корректно некоторых случаях и в пьющий некорректно используют те инструменты до которую даны например когда цена начинает двигаться против трейдера да вот я думаю что многим такие ситуации знакомы я вот сейчас начнется минутка истории когда 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 открывается позиция да то есть вы проанализировали мы посмотрели что цена движет на про тренду и входим ходим открываем позицию но 100 пласт не ставить то есть мы же а мы же провели анализ то есть мы уверены в своем выборе трейдер должен быть уверен и открываю позицию но что мы видим дальше мы видим что цена уходит за нашу точку входа и у нас начинается образуется минус у нас цена начинает колебаться пусть сначала каком-то небольшом диапазоне но у нас есть а по счету минус соответственно хорошо что если этот минус он действует мы увидим не так долго но если цена находится в отрицательной зоне день-два у нас не стоит стоп лосс мы не знаем где мы выйдем из этой позиции я опять же сейчас вот рассказывал ситуацию из своего личного опыта а то уже появляется огромное количество сомнений да вдруг сейчас она уйдет еще там на 20 пунктов вниз и у меня уже убыток будет 200 долларов сейчас а сейчас всего 100 может быть стоит сейчас позицию закрыть потом мы видим что цена уходит еще ниже да и мы видим что вот я какой дурак надо было закрывать по 200 не ждать когда вернется на 100 и а сейчас уже 400 сейчас я уже не могу закрыть это уже там 10 процентов от депозита я не могу себе этого позволить некоторые трейдеры начинают использовать усреднение на убыток то есть когда вместо того чтобы цена закрыть сделку по а стоп лоссу трейдер начинает открывать встречную позицию в ту же самую сторону то есть открывать ту же самую сторону но ниже были покупки вы вошли здесь цена уходит чуть ниже у нас убыток открываем еще одну позицию на покупку и ожидая то что цена развернется пойдет дальше особенно многие аналитики либо говорит что ну вот железобетонный уровень вот от него точно точно отобьемся и вот в такой ситуации мы начинаем верить этим аналитикам открывать от этого железобетонного уровня сделка сама уходит еще ниже то есть уже мы получаем а еще больше убыток и а трейдинг здесь уже ничего не остается здесь уже действительно идет волна эмоций то есть мы понимаем что у нас убыток то мы закрыть его не можем потому что мы просто не можем принять убытки а почему потому что трейдер не выбрал для себя точку выхода то есть там где уже нет смысла держать позиции я знаю огромное количество примеров трейдеров которые из спекулянтов до что называется превращаются в долгосрочных инвесторов то есть вот когда позиция была открыта и собственно место чтобы зафиксировать перевернуться когда тренд меняется а начинает удержать и ждать когда цена вернется и порой такие ситуации могут продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет и тогда уже весь смысл он теряется вот так если вы у себя будет замечать подобную ситуацию то сразу же старайтесь ее идентифицировать и больше так не делать но собственно дальше я уже расскажу какие принципы элементы можно использовать а и один из примеров до торговых тактик которые можно использовать это наоборот а усреднение но на прибыль то есть тренд он может длиться от от 100 до 500 пунктов опять же сразу когда мы входим в эту позицию мы не знаем но гораздо лучше развивать успех чем бы так согласитесь и соответственно в данном случае важно когда трейдер начинает двигаться по тренду начинает идти вместе с ценой то открытие позиции именно по тренду она будет в приоритете и здесь есть такой тоже момент я на своих вебинарах им делюсь о нем рассказываю это усреднение на прибыль но важно еще и то ситуация что когда а не стоит какого-то а фиксированного тейк профита то есть а стоп лосса должен стоять обязательно но ты профит он ставится принципе не всегда то есть мы определяем а тот потенциал роста который у нас может быть но либо можно выходить этой профита либо можно выходить по стоп лоссу перемещая его да то есть вот входит за ценой и открытие новых позиций она также допускается но лучше уменьшать риск лучше уменьшать объем то есть если вы вошли в первую позицию с объема один лот то в следующую позицию а в ту же сторону да уже на прибыль усредняясь лучше входить уменьшая риск например у открывать позицию 90 до потом 80 70 60 и далее и тогда в тот момент когда тренд импульс начнет затухать и выход последует именно по стоп лоссу то обыток по верхним позициям он будет не таким большим то есть не нужно увеличивать вошли 1 2 3 4 он его нужно уменьшать потому что затухание тренда это вполне характерно такая ситуация бывает и вот в тот момент когда появляется а сигнал в противоположную сторону важно как раз вот из этой ситуации выйти с меньшими потерями да если вы хотите а нарастить данную на данную данную прибыль с точки зрения риск менеджмента мы с вами уже поговорили то здесь важно важно использовать это это правило всегда то есть у вас может не быть торговой стратегии вас может не быть торговой системы но если вы используете риск менеджмента вы по крайней мере не потеряете больше чем можете себе позволить вот я вам скажу честно что в момент когда были у меня открыты позиции торговые да то есть которые оставались на несколько дней вот спокойно спать я стал тогда когда у меня стоял стоп лосс и я понимал сколько я потеряю в этой позиции в этой конкретной позиции ну или уже суммарно по всем позициям которые были открыты по счету вот те ситуации когда опять же то о чем я говорю когда открываешь позицию да она уходит какой-то небольшой минус стоп лосса не стоит и фактически стоп лоссом является ситуация стоп аут когда идет принудительно закрытие позиции и спать в этот момент абсолютно невозможно я думаю что многих трейдеров это было по крайней мере с тем с кем я кому задавал этот вопрос ноги через это проходили это вполне нормально и вот ты начинаешь проверять на телефоне на планшете на компьютер и везде смотреть что же там происходит и ну вот цена там чуть-чуть скорректировалась и вот ну да вот можно 15 поспать потом опять просыпаешься и начинаешь смотреть так вот когда уходят эмоции тогда и начинается трейдер то есть когда вы убираете этот фактор который вам не дает сконцентрироваться не дает построить план он уже он влияет крайне негативно на трейдера а это и переутомление да и постоянно смотрение за графиком их гипнотизирование то что называется вот все эти факторы они безусловно влияют вот в тот момент когда вы для себя понимаете что вот в этой конкретной позиции вы потеряете один процент ну один процент это не так много то есть это не 10 процентов не 20 процентов не сто процентов то есть если не стоит стоп лосс но вы когда просчитывает этот риск когда устанавливается стоп лосс устанавливайте объем исходя из вашего риска вы уже гораздо проще к этому будете относиться но безусловно существует фактор по которым нужно выбирать те позиции которые которые дают потенциал прибыли гораздо выше чем убыток это безусловно это вот очень такая вещь характерна для многих трейдеров то есть вот у нас take profit такая стоп лосс вот такой то есть ну как начинает трейдера рассуждать ну вот я лучше зафиксирую небольшой плюс то чем там буду дождаться вдруг цена туда не дойдет так вот опять же здесь когда вы выбираете позицию которых есть потенциал роста у которых есть потенциал хода это будет гораздо интереснее то есть не нужно торговать все подряд не нужно открывать инструменты вот стараться здесь так или иначе войти в позицию находиться в рынке только для того чтобы находиться там да только чтобы быть позиция это уже та ситуация которая приводит не совсем положительному результату и вот с этим тоже нужно справляться а с точки зрения личного свода правил трейдер вот здесь опять же появляются предпочтения в торговых инструментов в торговых днях то есть кто-то не торгует на новостях да кто-то не торгует американскую сессию кто-то использует ну те факторы которые характерны для человека я не не могу да пути работу до в брокерской компании но тем не менее то есть это не моя основная деятельность я трейдинг использую как дополнительный дополнительный способ до получения средств я управляю только своими деньгами и соответственно как я ими по управляю такой будет а собственно результат и я для себя не могу в день там тратить больше часа в день трейдинг то есть на анализ на контроль позиции я не могу себе это позволить есть трейдеры кто может до целый день сидеть за терминал но я считаю что это а с точки зрения вот подхода именно трейдинга а спекулятивный инвестиционного до такого пограничное состояние то я считаю что это абсолютно если вы не скальпер который вот каждую каждое движение там несколько пунктов хочет поймать то лучше ограничивать себя от рынка используя те торговые стратегии которые требуют от вас меньшего присутствия до илья вот пишет что после открытия ордера часто смотрю терминал чтобы не прозевать перезаход да такие ситуации тоже есть но согласитесь что по крайней мере просматривать терминал там лучше чем раз в час абсолютно не нужно тем более мета трейдер можно установить на телефон и как 4 так и 5 мета трейдер и собственно там по крайней мере визуально контролировать эти ситуации ну как правило я смотрю уже итог по по завершению дня то есть за предыдущий день на день а следующий а с точки зрения простой до простой торговой стратегии то есть вот я взял самую простую наверное а который чаще всего рассказывают на всех семинарах на всех вебинаров вебинарах для начинающих но вот я на нее примере хотя бы несколько вещей как раз пояснить то есть скользящая средняя и принципе простой алгоритм заключается в том что если цена уходит выше выше зеленой линии то есть линия мовинга то открывается позиция на покупку уходит ниже до открывается на продажу опять уходит выше открывается на покупку то здесь в принципе все логично и понятно но это простое правило которое есть безусловно здесь нужно сюда добавлять и риск менеджмент то есть понимать куда установить стоп лосс куда цена в принципе может прийти то есть для инициации позиции данная ситуация данная торговая стратегия например но согласитесь что я думаю что многие из вас ее использовали но в какой-то момент перестали потому что появлялась большое количество ложных сигналов появлялось большое количество нет недопонимания да то есть чтоб что происходит на рынке какие ситуации появились и собственно вот эти все моменты они не давали полноценно открывается позицию и собственно по ней уже работать и и и торговать и собственно сейчас я хотел бы перейти метатрейдер а для того чтобы мы с вами посмотрели а вот я вкратце да еще раз вот расскажу с точки зрения там тех правил которые существуют как эту торговую стратегию как применять до торговую стратегию как ее например применяю я бессловно я возьму один из инструментов сейчас наиболее интересный на мой взгляд с точки зрения валютных а пар выглядит австралиец а ну для примера вот расскажу на нем я точки зрения торговли а в основном из валют торгуют только те валюты которые идут с долларом то есть принципе все все основные валюты потому что торговать кросс-курсы огромное количество дополнительных факторов которые появляются и большинство случаев они только мешают коллеги подпасать пожалуйста плюс если у вас терминал появился сейчас а если вы видите а поставь пожалуйста плюсик чат отлично а так я расскажу с точки зрения торговой стратегии которую использую я и после тоже сделаю небольшой анонс того курса который у нас состоится на следующей неделе онлайн курса по по данной торговой стратегии по данной торговой методики на что ориентируясь я то есть в принципе в принципе в чем заключается торговля да как как она должна быть у нас есть тренд и мы предполагаем да то есть основное правило а заключается в том что коллеги поставить просто плюсики если у вас вот синие линии которые нарисовал у вас появились на выдавать еще раз проверим чтобы они были отлично спасибо так вот в чем в принципе да вот простом долг должен состоять наш подход чтобы входить вот здесь выходить примерно примерно в этой области да как ближайшая цель входить вот здесь выходить примерно здесь то есть брать эту часть тренда который у нас который у нас есть то есть не нужно стараться взять там все движение по максимуму или до каких-то супер цели на 10 лет что там евро доллар будет расти то есть пока тренд сохраняется в этом состоит идея с ним нужно двигаться как один из вариантов это выход тогда когда начинается затухание вот этого тренда мы опять переходим в фазу коррекции и под у нас собственно формируется а опять тенденция восходящая то есть уже после вот этой коррекции которую она была она завершается опять появляются сигналы на обход открывается опять позиция но как часто это бывает давайте я красным цветом то есть мы покупаем вот здесь покупаем вот здесь покупаем здесь ну а а где мы продаем если это к примеру там контр трендовая позиция мы продаем здесь здесь или здесь то есть те самые характерные вещи которые из ошибок появляются это мы хотим купить по максимальной цене а продать по минимальной хотя казалось бы давайте вот логически представим что если мы хотим купить то для нас вот цена который является наименьше да в данном случае бы здесь она и будет наиболее интересны просто по той причине что мы хотим купить по более дешевой цене а вот здесь у нас будет фаза роста то есть куда цена может прийти и соответственно нас есть потенциал движения по данной позиции и вот в этом случае торговать тренд торговать рынок его будет гораздо интереснее такая такая тактика она жизнеспособна по большинству инструментов начиная от валютных пар до соговорка на то что валюты двигают движутся в диапазоне так и на индексах акциях например на золоте на нефти то есть неважно инструмент все равно вот это движение она существует так вот основной принцип он заключается в том чтобы как раз войти а в сделку на коррекция и собственно для того чтобы это сделать важно определить основной тренд да то есть куда у нас сейчас движется цена да какие существуют уровни вот с точки зрения австралийца я думаю что мы с вами видим что австралиец подошел к области сопротивления в которого вполне логично можно было зафиксировать позиции а потому что на австралийца этот уровень не может пройти уже год и ожидать от него коррекцию вполне вполне логично так вот если мы посмотрим еще чуть выше да еще чуть выше мы возьмем таймфрейм то мы с вами видим что основное направление у нас идет восходящие на текущий момент и а эта ситуация поменяется в том случае да вот ну например для недельного таймфрейма если она уйдет ниже данного уровня тогда уже вероятно развитие нисходящего сценария но пока мы остаемся вот в рамках этого канала этого восходящего вот здесь находится тот критический уровень до для этого таймфрейма что а если на уходит ниже данного уровня то уже уже нет смысла держать эту позицию точно ну то есть и уже происходит переворот то есть основная основной тренд будет не восходящий то есть не в эту сторону будут открываться позиции а он будет уже нисходящий то есть такие а вот такие ситуации возникают об этом тоже важно помнить теперь с точки зрения принятия решения дальше да окей мы с вами посмотрели что у нас а тренд сохраняется восходящий цена движется по по направлению вверх но нам дальше нужно также принять решение да куда куда начинает двигаться а цена последний импульс который а собственно был который завершился и дал довольно таки интересный рост на порядка 600 пунктов он как раз начинался в декабре в декабре прошлого года это вот вот это движение то есть вот отсюда зная предыдущие да мы можем войти в сделку максимально эффективно но вот а многие трейдеры просто об этом забивают забывают или забивают или забывают тут уже каждый сам может поставить букву верно и начинает смотреть меньше таймфрейм там 5 минутный 15 минуты но какие тренды мы можем определить на этом таймфрейме то есть всегда важно смотреть более крупный таймфрейм то есть по крайней мере дневной четырехчасовой и уже таймфрейм принятие решение который использую я называется часовой таймфрейм у нас тенденция начинается восходящий то есть вот отсюда уже появляется сигнал для входа и на меньшем таймфрейме мы начинаем искать там мы начинаем искать где где у нас появляется сигнал для присоединения по данной позиции вот последний импульс который у нас происходил и последняя ситуация которая нам здесь позволяла войти в рынок я в своей торговой стратегии я даже назвал то есть один из вариантов это пробой дневного уровня когда мы видим что у нас разделители периодов на у меня показывают максимум за предыдущие показывают один день одни сутки потому что за этот день у нас были проторгованы собственно все все участники все торговые сессии мы видим что у нас каждый последующий максимум идет ниже мы видим также обновление минимумов и если переместить если сделать дневной таймфрейм то фактически у нас будут нисходящие свечи то есть мы видим что у нас каждая свеча идет ниже ниже предыдущий то есть что это означает это означает что коррекционный нисходящий сценарий он сохраняется так вот наша задача войти в рынок в тот момент когда цена начинает двигаться в сторону основного тренда то есть когда заканчивается эта коррекция и начинается движение уже непосредственно восходящие одним из элементов как раз является та ситуация когда покупатели вновь перехватывают инициативу когда следующий торговый день пробивает максимум предыдущего торгового дня и у нас начинается тенденция восходящая то есть здесь данном случае был пример 11 декабря когда после открытия в понедельник мы во второй половине дня уже на америке а пробиваем максимум предыдущего торгового дня у нас формируется свеча пробития то есть что значит сейчас пробития это по крайней мере одна свеча и открывается и закрывается за уровнем то есть вот это а еще не является свечей пробития это это просто возможный сигнал да то что он может пройти но полноценно свеча пробития когда она и открывается и закрывается за этим уровнем и что мы здесь получаем то есть вот фактически начиная с этого с этой ситуации мы понимаем что вот все мы отсюда можем покупать дальше войдя уже к примеру на этом уровне или ниже этого уровня уже соответственно уже мы уже мы понимаем что вот отсюда можно начинать покупать то есть уже открывать позиции на покупку соответственно у нас есть уровень куда мы поставим стоп лосс это минимум предыдущего торгового дня и а по крайней мере есть ближайшая цель по движению то есть последний локальный максимум который у нас собственно был ключевым то есть здесь а даже прикинуть на глаз с точки зрения а данной ситуации мы с вами понимаем что у нас соотношение риск прибыль потенциальная прибыль 120 пунктов потенциальный риск 30 то есть а один к четырем то есть рискуя одним процентом мы прибыль можем получить прибыль можем получить в четыре раза выше то есть вот таким образом это и складывается то есть если вы рискуете двумя процентами то есть открывается зависимости от вашего капитала зависимость от вашего депозита вы открываете сделку с риском там два процента то вы можете получить восемь да ну значит вы должны быть готовы к риску к риску двумя процентами да это важно но что собственно следующий момент следующий элемент который также важен которые вас на последнем например хочу показать это то что очень часто эти тренды движутся без каких-либо коррекций и а без остановок вот на примере как раз я хотел показать давайте чуть сдвину потому что нам нужно немножко уйти уйти вот сюда давайте попробуем попробуем это сделать то есть вот эта ситуация откуда у нас сделка начала это то здесь примерно у нас мог стоять ты профи да где мы а в эту сделку могли выйти но если мы посмотрим дальше а вот уже перейдя от вот от этого уровня где фактически у нас появляется точка для входа мы с вами видим что у нас каждый минимум идет выше и выше предыдущего то есть он не заходит то есть тенденция импульс он сохраняется каждая цена идет выше собственно выше и выше но я сейчас отмечаю самое собственно ближайшие которые здесь были сформированы и в тот момент когда у нас появляется предпосылка на снижение да то есть первая которая была вот здесь то есть фактически отсюда цена прошла порядка 500 пунктов то есть да мы могли взять движение в 100 в 100 пунктов в 120 пунктов который принесло 14 но если мы двигались с рынком по данному направлению то мы могли бы взять до 400 пунктов здесь уже практически соотношение один к посчитать то здесь уже примерно 1 12 к 11 13 то есть против одного процента риска мы получаем прибыль порядка 12-13 процентов и вот из элементов таких стратегий вот из элементов таких сделок которые проходят мы и получаем наш нашу прибыль и мы не влияем ну точнее мы не подвержены влиянию каждой отдельной ситуации то есть мы торгуем рынок если он движется то мы идем вместе с ним соответственно дальше продолжается следующая волна роста здесь мы немного скорректировались и собственно здесь мог появится сигнал на выход затем мы собственно что видим дальше следующее продолжение роста мы опять закрепляемся выше максимум предыдущего дня начинаем двигаться в сторону тренда и опять каждый последующий минимум идет выше предыдущего фактически сейчас вот в тот момент когда мы подошли уже к тому уровню который был сформирован по максимальным значениям ноября прошлого года а здесь начало коррекция она была ожидаемо опять же это не значит что это железобетонный уровень и от него надо продавать но тем не менее это мы могли ожидать то вот данную ситуацию и соответственно что мы видим максимум и минимум который у нас был 30 января а цена уходит ниже данного уровня и собственно что увидим а сейчас цена продолжает свое нисходящее движение а собственно это уже если торговать эту ситуацию то это безусловно контр трендовая торговля то здесь в данном случае риски важно уменьшать то есть это было бы правильно если входить по трендам с риском один процент то уже контр трендово имеет смысл ходить с риском пол процента и фактически эта позиция у нас может держаться до тех пор пока мы не получим сигнал в противоположную сторону то есть соответственно пока у нас цена не пробьет максимум а предыдущего дня да то есть сейчас у нас что и февраля максимум предыдущего был 5 февраля то вот пока мы не увидим такую ситуацию то эту позицию имеет смысл держать фактически входя здесь когда изначально стоп-лосс он находился на этом уровне да затем позиции тоже важно сопровождать после того когда у нас появляется следующий импульс она уходит ниже а вот обновляя данный минимум стоп-лосс можно перенести сюда а затем следующий импульс коррекция импульс стоп-лосс мы можем перейти переместить сюда и фактически сделка у нас уже находится в безубытке то есть мы ее просто держим максимально долго насколько это возможно насколько рынок уже будет двигаться и собственно вот вкратце то та ситуация которую тот подход до в трейдинге который я использую безусловно здесь для открытия позиции я применяю преимущественно это отложены родера очень редко а сделки открываются к примеру по рынку они могут открываться только в том случае как например с той ситуации который мы смотрели а которая была в декабре прошлого года то есть если у нас цена зашла вот за этот уровень и я открывая график вечером да вижу что цена находится ниже то есть фактически вот хорошая точка входа была это при ретесте данного данного уровня но если на уходит ниже данного уровня то фактически я получаю возможность купить по более интересной цене ближе к стоп-слоссу и уже объем может быть чуть больше выбран но при сохранении тех же самых рисков но как правило используется это непосредственно отложенные отложенные ордера а сейчас коллеги я хочу перейти обратно в презентацию а и собственно рассказать вам ту возможность которая сейчас появилась для клиентов адмирал маркет стат для того чтобы если вы для себя понимаете что у вас не до конца сформирован алгоритм не нет каких-то элементов торговли то я хочу анонсировать что на следующей неделе у нас будет проходить трехдневный онлайн курс на котором я буду от и до рассказывать эту торговую стратегию затрагивать технический анализ затрагиваю фундаментальный анализ как устанавливать ордера какие дополнительные инструменты использовать в торговле и собственно то формирование конечного плана а он и состоит из трех дней то есть первое это что такое торговая стратегия уже досконально разбирая все элементы от да как я уже сказал технического анализа фундаментального анализа риск-менеджмента второй день это непосредственно сама торговая стратегия стратегия пробоединенного уровня на которой опять же я буду рассказывать вот не просто что вот но вода цена там день прошла а откуда это идет да а почему почему эта ситуация имеет влияние и на что важно обращать внимание какие дополнительные инструменты используют как входить позицию как выбирать позицию как уже в зависимости от торговых инструментов это делать и день третий это разбор текущей ситуации то есть мы на данном онлайн курсе там будет возможность у нас со всеми пообщаться платформе вебинар .ру есть возможность говорить голосом то сейчас так как я рассказываю на большую аудиторию то есть к сожалению если мы будем передавать микрофон то то некоторая часть материала она пропадет мы не успеем просто все рассказать но формате данного закрытого обучения будет возможность обсудить и уже разобрать те вопросы которые появляются это их можно будет задать голосом и соответственно как итог обучения это алгоритм торговли то есть вот фактически готовый алгоритм под ключ который с вашими наработками ну или без них вы сможете использовать вашу торговлю и сделать первые шаги в трейдинге уже более более эффективно я проводил семинар по данной стратегии в риге это было в ноябре прошлого года и вот те данные которые у меня оставались собственно по результатам торговой стратегии если торговать в тот момент когда как раз поменялся тренд я взял с мая как раз тогда произошли изменения на рынках я взял пример сколько какое количество пунктов цена прошла вот торгуя каждую каждую ситуацию именно по тренду то есть вместе со стоп лоссом и вместе то есть осуществлялся вход и выход по стоп лосс то есть перемещение стоп лосса уже когда цена национально двигаться то есть пробивает минимум предыдущего дня а по паре евро доллара данная результат был общий результат это 1284 пункта а соответственно положительных сделал положительный сделал как минус 253 это тизел который закрыли с убытком общий ток это порядка тысячи пунктов а само движение прошло тысячу сто пунктов то есть само движение вот открыл и держи на тысячу сто пунктов но так как да мы фактически каждый раз получаем возможность из этой позиции выходить и входить не заново да и не мы не подвержены тем каким-то колебаниям тем движением которые могут быть глобально повлиять то фактически тот же самый результат он создает сохраняется при этом накапливая прибыль уже увеличение рисковой суммы она также сохраняется то есть начал выходили одним лотом потом по увеличению капитала он мог уже увеличиваться в деньгах это значение было бы выше по фунту положительный сделок 1600 пунктов отрицательных 204 пункта опять же вы сможете это проверить то есть метатрейдеры посмотреть я думаю что это довольно таки интересно и а и общий итог порядка тысячи четырехсот пунктов до с учетом захода опять же по тренду то сделки открывались только по тренду и закрывались по стоп-лоссу то есть когда не стоял это и профит а закрывались на посту плосу общее движение в этот момент было порядка 900 пунктов то есть итог до 1400 он почти в два раза выше чем само само движение которое было то есть опять же купили купили и держи так что называется но входя вот по данному алгоритму то есть когда идет тренд затем выходить на коррекции потом ходить опять заново а она приносит гораздо больше результат и я считал по биткоину но на тот момент движение было порядка опять же это это до ноября да то есть я не стал убрать инструмент сейчас он пока находится в фазе коррекции опять же те ситуации которые будут появляться на покупку они также безусловно интересно да для входа но на тот момент собственно по биткоину этот итог составлял порядка пяти пяти тысяч а я именно в деньгах но соотношение биткоин к доллару пара а и так что как будет проходить до данные обучения данный на данный курс как я уже сказал он строится из трех дней первый день мы стартуем 14 февраля и всех влюбленных но для нас это будет день влюбленных трейдинг что называется несколько а приурочим наверно к этому занятия будут проходить также а онлайн в семь часов по москве в шесть часов по таллину киеву риге они начинаются и а и собственно первый день мы разбираем все основные элементы которые должны быть у трейдера как технический анализ фундаментальный анализ управление капиталом психологии построения торгового плана день номер два четверг 15 февраля мы разбираем досконально торговую стратегию то есть от того как открыть терминал как его настроить какие элементы добавить почему отслеживается та или иная ситуация как и какой риск менеджмент какие паттерны а то есть вот все полностью мы разберем и в день номер три идет уже отработка торговой стратегии то есть здесь мы с вами опять же после четверга у вас будет уже понимание у вас будет день на то чтобы его а проверить и собственно посмотреть проанализировать на вашем графике день номер три мы будем разбирать все торговые инструменты все торговые ситуации которые у нас актуальны на этот день для того чтобы запомнить да вот этот шаблон вот этот вот эту торговую стратегию и сделать прогноз уже на собственно следующий ситуацию то есть что ожидает для того чтобы войти в сделку до иными словами ну и соответственно анализ текущей анализ текущей ситуации составляем плана действий и ответы на ваши вопросы которые будут задаваться а теперь а что необходимо да для того чтобы принять участие в данном курсе участие в данном курсе данном курсе обучения она подразумевает наличие торгового счета в компании адмирал маркетс если у вас еще нет счета в адмирал маркетс то для вас будет приятный а бонус в виде учебного счета и сейчас расскажу что это такое то есть первый шаг да у вас должен быть открыт счет в адмирал маркетс шаг номер два это пополнение счета на сумму от 200 евро если пополняется счет на сумму от 1000 евро то уже мы с вами договариваемся о индивидуальных консультациях один на один после данного курса для закрепления данной торговой стратегии то есть созваниваемся через skype и уже соответственно и и отрабатываем шаг номер три нужно написать запрос на почту на участие в данном курсе а лучше собственно сейчас сразу же сохранить эту почту и если вам этот курс интересен то написать написать об этом чтобы мы вас смогли добавить в закрытый в закрытый вебинар и ну соответственно выполнить все остальные шаги это пополнить пополнить счет написать на почту и собственно старт курса у нас 14 февраля коллеги прошу прощения в 19 30 до в 19 30 по москве 18 30 по потоле да вот здесь здесь написано для тех у кого еще нет реального счета в компаниям коллеги давайте проверим если у нас такие участники да у кого кто еще не торгуют возможно торговал где-то в других компаниях или работают друг другими с брокерами сотрудничает поставить просто плюсик да если есть те кто еще не работает компания миров маркет давайте проверим есть у нас в принципе такие то есть это просто для общего понимания у нас количество участников наталья алексей хорошо для тех кто открывает соответственно счет для обучения будет на 100 предоставляться учебный счет на 200 евро и в чем его смысл его смысл заключается в том что вы ваши первые шаги до вашу первую торговлю сына ромаркет можете сделать на учебном счету чем это удобно тем что вот этими 200 евро которые мы дополнительно даем вам к вашему реальному счету счету вы ими можете рисковать как угодно прибыль которую вы по нему заработаете до 200 евро уже будет переведена на ваш реальный счет и вы этими деньгами сможете увеличить ваш капитал ваш депозит и собственно с ним продолжать уже торговлю дальше то есть вот для тех кто еще не работает компания миров маркет это вот такой интересный плюс то есть не обязательно сразу торговать на реальным счету но это также касается тех кто работ работают уже да на реальном счету с компанией миров маркет то есть вы первые шаги до 1 элементы можете отработать на демо счете но для тех кого еще не было торговлю в адмирал маркет вот мы предоставляем учебный счет прибыль с которого до 200 евро может быть переведена на ваш реальный счет а риски уже но собственно это наши наш тип счета который был разработан и если получится убыток до 200 евро да то есть если будет меньше депозит то для вас это ничего страшного соответственно это будет знак что что-то нужно доработать ну я надеюсь что в ходе данного обучения вы будете учиться действовать посредством по плану и никогда не будет терять больше чем можете себе позволить а ну и собственно к концу обучения что вы будете знать то что вы получите что такое инвестиционные стратегии как ее применять в трейдинге то есть чтобы ваша торговля перестала носить ну какой-то хаотичный характер если так каковы сейчас является по вашему мнению или ей не достает риск менеджмента а какие правила должен соблюдать каждый трейдер то есть вот без чего просто нельзя выходить на рынок без чего нельзя открывать сделку как правильно как правильно управлять своим капиталом и собственно фактически до торговую стратегию которую я протестировал и уже делюсь что называется с вами а помимо этого помимо этого для всех участников курса а также будет возможность подключиться к закрытому телеграм-каналу которому которым мы общаемся обсуждаем ситуацию уже на на постоянной основе то есть вы всегда сможете задавать ваши вопросы и я на них а буду отвечать потому что ситуация на рынке безусловно меняются появляются ситуации которые могут несколько отличаться вот для того чтобы у вас была данная поддержка у нас существует телеграм-канал в котором которому вы сможете сможете получить доступ но и собственно для тех кто пока еще не торгуют компании на ромаркинс важно напомнить о том что в первую очередь важно выбирать для себя надежную компанию регулируемую как пример компания на ромаркинс у которой а имеется лицензия и все а лицензия великобритании но тем не менее то эта юридикция дает возможность работать с резидентами из всех стран да как россии украины эстонии то есть всех стран которые точки всех стран да можно сотрудничать ваши средства защищены на сумму до 50 тысяч фунтов стерлингов это важный момент важный вопрос который нужно учитывать коллеги если у вас есть вопросы то вы их сейчас можете написать чтобы я смог на них ответить вот в оставшиеся несколько минут по данной по данной торговой стратегии возможно возможно по самому курсу как он будет проходить пожалуйста напишите в чат и я вас обязательно сориентирую если у вас появятся дополнительные вопросы которые вам захочется задать уже после вебинара я также оставлю свою почту роман.исаков собака admiral markets . ком а вы на нее также можете написать ваши вопросы по курсу по тому как он будет проходить если у вас а мало ли появятся данные дополнительные вопросы еще раз я напомню что этот курс он проходит в закрытом формате формате вебинаров но у вас будет возможность общаться голосом задавать ваши вопросы и после курса а вы сможете получить запись запись вебинаров по закрытой ссылке а нет поэтому если вы мало ли какой-то день примеру пропустите да то есть там час или полчаса то просмотреть запись вы обязательно сможете то есть я ее вам предоставлю продолжительность занятий будет примерно полтора-два часа то в зависимости от количества вопрос то есть сама рабочая часть это примерно полтора часа но я уверен что та информация которая подготовлена для вас настолько сжатом виде она будет изложена максимально эффективно и максимально продуктивно соответственно мы в это время уложимся для того чтобы это было без воды без каких-то прелюдий а вот именно точки зрения трейдинга и с точки зрения того что что нужно для трейдера итак коллеги если еще раз напоминаю что если у вас есть вопросы то пожалуйста напишите если пока на текущий момент все понятно то поставьте пожалуйста плюсик давайте просигнализируем поставьте плюсик напишите в чат адрес почты на который нужно прислать запрос это либо моя почта роман . сака собака нора маркетс . ком а либо спорт точка ру адмирал маркетс также . ком и и продублировал для тех кто уже напомню торгуют уже есть что выбора маркетс то для участия необходимо пополнить счет на сумму от 200 евро я напомню что пополнение счета идет без комиссии вывод также доступен без комиссии два раза в календарный месяц но для того чтобы уже подтвердить ваш настрой участия нам необходимо именно работать я хотел бы работать проведет курс именно для трейдер то есть на тех кто просто хочет приятно провести вечер а чтобы действительно была работа с теми людьми кто в этом заинтересован и вот это в этом есть интересность фактически сам курс он бесплатно то есть что делать дальше землями после курса это уже ваше личное дело но я надеюсь что после ответов на те вопросы которые у вас возникали в ходе торговли и тех моментов которые не давали прибыльно торговать то вы их решите в рамках данного курса обучения и соответственно уже дальше продолжите свою торговлю хорошо коллеги если на текущий момент вопросов нет тогда мы будем прощаться всем желаю хорошего торгового вечера записывайтесь на курс присылайте ваше подтверждение участия на почту и уже мы стартуем на следующей неделе в среду в 19.30 по москве 1830 по киеву таллину риге всем спасибо за участие да за вашу активность вы действительно не помогали а проводить этот вебинар активно отвечали на вопросы это за это вам всем отдельное спасибо у меня на сегодня все всем желаю хороших хорошего торгового торговой недели до завершения торговой недели ставьте обязательно стоп лосс ну и собственно со всем остальным и мы уже разберемся на обучение всем спасибо за внимание и до свидания пока как мы это